Дмитрий Геннадьевич, к станку. Его доклад называется «Разработка концепции гиперболитического поля. Новость, а я бы сказал так, перспективы». Спасибо. Я не первый раз выступаю в этой уважаемой аудитории, и поэтому позволю себе опустить некоторые теоретические моменты, тем более, что Александр Евгеньевич просил поменьше формул и побольше перспектив того направления, которое будет вам представлено. Кто захочет познакомиться с формулами, их можно найти по названию нашего института, вот оно внизу, и по фамилии моей, Павлов и Кокарев, наш ведущий теоретик. Гиперболическое поле названо нами впервые. Мы считаем, что открыли новый вид фундаментального взаимодействия, более широкий, чем известные четыре фундаментальных взаимодействия, поскольку данное взаимодействие относится к несиловым и работает не между материальными частицами с зарядами, а между материальными событиями, у которых также есть характеристика, очень похожая на заряд, и мы ее называем гиперболическим зарядом. Соответственно, поле, которое излучается таким материальным зарядом гиперболическим, мы назвали гиперболическим. Соединяет оно между собой отдельные события, и та математика, которая стоит за этим, она очень серьезно опирается на фундаментальные выравнения, и решения этих выравнений мы получили. О них я скажу буквально вскользь. Следующий слайд. Как ни странно, оказалось, что вот это открытое нами гиперболическое поле, будучи очень сложным, это поле тензорное, причем те, кто знают математические термины, это тензор четвертого ранга, а самые сложные и известные современные физики поля, гравитационные и электромагнитные, являются тензорными полями второго ранга. Уже исходя из этого можно понять, что речь идет о более серьезном и более фундаментальном поле, которое, возможно, включает и все ныне известные фундаментальные поля. Но самой интересной особенностью этого поля оказывается то, что простейшая характеристика этого поля, тензорного, скалярная величина, по сути дела свертка тензора, оказывается ничем иным, как нашим временем. А векторная величина оказывается скоростью течения времени. Естественно, и времени, и скорость течения времени, величины достаточно понятные, и тем самым говорят о фундаментальности этого поля. И вот в данном случае есть обложка хорошей книги с замечательным советским астрофизиком Николаем Козыревым, который один из первых начал утверждать, что время, в котором мы живем, не просто скалярная характеристика, интервал между двумя событиями, а более сложная, что есть такие величины, как скорость течения, плотность времени и другие физические величины, которые могут меняться от точки к точке пространства времени. Мы считаем Козырев своим предшественником одно но. Ту математику, ту теорию, которую он пытался построить, она была недостаточна. Поэтому к его работам отношение в академической науке, мягко говоря, осторожное. А нужно было бы, конечно, относиться более серьезно. Следующий слайд. Ну вот, позволил себе простейшую картинку. Это векторное поле вокруг элементарного объекта, который мы называем материальным событием. Это картинка в пространстве времени, вертикальная ось, ось времени, другие перпендикулярные оси пространственные. И это поле, как вы можете видеть, пространственно-временное. Оно радиально-симметричное, в смысле псевдоэвклидовой метрики, потому что псевдоэвклидовая сфера не такая, как эвклидовая. Это сфера, состоящая из гиперболоидов. Вот они у вас представлены как экопотенциальные поверхности. Поле убывает, так же, как и поле обычной частицы, только убывает быстрее. Следующий слайд. Вот видно вверху формула, которая говорит о том, с какой скоростью убывает поле гиперболическое, существующее между одним или несколькими материальными событиями. Убывает оно по третьей степени пространственно-временного интервала. Буковка С в третьей степени показывает, что это поле очень быстро убывает. Событие произошло, и время проходит, но прям по очень крутой кубической гиперболе убывает до нуля. Поэтому, возможно, его и не заметили раньше. Мы открыли это не экспериментально, а теоретически. И обратите внимание, этот открытый нами закон очень похож на всем хорошо известный закон всемирного тяготения. Следующий слайд. Разница в чем? У нас там стояли гиперболические заряды, а у Ньютона, его всемирно, в законе тяготения, стоят гравитационные массы. И в квадрат трехмерного расстояния. А там, напомню, стоял куб четырехмерного пространственно-временного интервала. Но законы очень похожи, они одной природы. И получаются из одних и тех же фундаментальных закономерностей, только у Ньютона было пространство-время Галилея, а тот закон получен в пространстве-времени Менковского. Ясно, что Менковский нашел более фундаментальные закономерности, чем нашел их Ньютон. Следующий слайд. И вот оказывается, что из этого недавно открытого фундаментального закона всемирного взаимодействия событий материальных следует другой закон, тоже хорошо известный в школьной физике. Вот слева хорошо известный закон преломления лучей света на границе раздела между двумя разными по оптической плотности средами. Этот закон носит имя Снеллиуса. Его математическая формула очень проста, вы проходили все это в школе. И он говорит о том, что если есть угол наклона на границе раздела, то луч, который пошел во вторую среду, отклоняется. И величина этого отклонения подчиняется вот этой формуле. Этот закон открыт сначала экспериментально, а потом подтвержден теоретически на основе волновой оптики. А мы, не имея пока экспериментов с гиперболическим полем, мы же открыли его чисто теоретически, не имели такого удовольствия, чтобы экспериментировать и открывать его закономерность. Но мы имели формулы. И эти формулы показали, что, исходя из фундаментальных правил, они опираются на принцип наименьшего действия, можно получить закон преломления лучей гиперболического поля. Только лучи уже в кавычках, потому что это четырехмерный луч. Мы просто по аналогии говорим в той же терминологии. Вот если представить себе одну четырехмерную среду с характеристикой гиперболической плотности, граница, граница тоже трехмерная, и вторую среду с другой характеристикой гиперболической плотности, то луч, выделенный гиперболического поля, должен наклоняться по закону, очень похожему на закон геометрической оптики и закон Снеллиуса. Только две характеристики здесь уже не эллиптические, угол эллиптический, синус эллиптический, а здесь синус гиперболический и угол гиперболический. Те, кто знакомился со специальной теоретно-относительностью, знают, как эти величины отличаются от обычных в пространстве, но они давно общеприняты в науке. И вот оказалось, что можно построить закон отклонения лучей гиперболического поля. Что из этого следует? Ну, прежде всего, можно вооружиться этим законом, приняв его на веру, поскольку он пока получен теоретически, и получить его экспериментальное подтверждение. Мы, собственно, этим и занялись. Предположив, что можно поставить эксперимент, очень похожий на школьный эксперимент, который все мальчишки проводили во дворах, когда солнечная погода, и у них в руках был вот такой вот приборчик под названием оптическая линза. Как работает оптическая линза? Следующий слайд. Вот слева. Есть солнышко, яркий источник света. Большое расстояние от Солнца до линзы. Линза в виде тела с другой оптической плотностью, нежели воздух или вакуум. И эта линза заточена по двум сферам, эвклидовым. Одного радиуса R2 и R1. И тогда, по законам вот того преломления, которое было на предыдущем слайде, через фокусное расстояние, вот эта вот буковка F малая, если подставить сюда вот эти величины, и она — это относительная плотность оптическая, вы получите, на каком расстоянии солнечные лучи сойдутся. И вы в этой точке, если поставите дощечку или бумажку, увидите, как там образуется солнечный зачик очень яркий, и идут химические реакции, сопровождающиеся дымком. Так вот, мы подумали, что раз есть предположение о наличии гиперболического преломления, то можно поставить аналогичный эксперимент, заменив оптическую линзу, линзой, которую можно назвать гиперболической. Что для этого нужно, чтобы этот эксперимент состоялся? Нужен аналог Солнца, только в самом случае Солнце было тело, а нам нужно событие, которое будет излучать уже не что-нибудь, не электромагнитное поле, а гиперболическое поле, то есть связанное со временем. Если такое мощное событие у вас есть, нужно, чтобы было достаточно большое расстояние между этим событием и лабораторией, где вы формируете гиперболическую линзу, то есть время должно пройти между этим событием и тем моментом, когда вы делаете эксперимент очень большое, чтобы лучи стали параллельными. И тогда, если у вас есть процесс, в котором создается множество отдельных мелких событий, структурированных в пространстве времени так, что границами раздела, опять же в пространстве времени, будут две сферы, только сферы эти будут уже не эвклидовыми, а псевдоэвклидовыми, то этот механизм, этот процесс работает у вас как гиперболическая линза. И тогда, спустя фокусное время, вот это F большое, которое тоже можно вычислить по формуле, которую мы получили теоретически, она подозрительно похожа на формулу для оптической линзы. Вы должны зафиксировать яркую вспышку, которая будет ничем иным, как гиперболическим образом того взрыва, который был у вас источником. Такой эксперимент поставить вполне реально. Это не намного сложнее, чем выточить и поставить эксперимент с оптической линзой. И мы замахнулись на то, чтобы этот эксперимент был поставлен. Следующий слайд. Прежде всего, нужно решить, что будет источником для нашего эксперимента. В качестве такового мы можем взять любой из ядерных взрывов, которой множество было во времена испытаний ядерных, начиная вот с Хиросимы на Касаке и любой из других взрывов, вплоть до взрывов водородных бомб. Но это слабые источники, потому что гиперболическое поле, которое создается в момент такого события, довольно слабо. Лучше побольше взять. Следующий слайд. Удары метеоритов. Их много было в истории планеты, и мы любой из них можем, вплоть до того, который уничтожил, казалось бы, ну, как говорят, динозавров, или более мощные. Но есть и более мощные источники. Следующий слайд. Взрывы сверхновых. Любая сверхновая, в том числе и одна из последних, которая находится в центре крабовидной туманности, которая здесь изображена, может являться источником гиперболического поля для нашей гиперболической линзы. Но оказывается, есть и еще более мощные события в прошлом, которые лучше всего подходят на роль аналога Солнца. Следующий слайд. Это большой взрыв, если, конечно, он был. Если он был, более мощного источника гиперболического поля, а, в общем-то, и пространство, и времени, и всей материи найти сложно. Поэтому мы решили, что будем сосредотачиваться в своем эксперименте на ловлю гиперболических лучей, большого взрыва. Все, решили. Теперь нужно организовать процесс, который будет создавать вот эту вот пространственно-временную гиперболическую линзу. Этот процесс схематически показан на следующих слайдах. Это вот такой расширяющийся сферический слой. Несколько скайперов пока идет этот слой. Вот видите, расширяется, расширяется, образовывается дырка внутри. Причем этот процесс должен идти с фазовой скоростью, больше скорости света, поскольку эта скорость фазовая, а не материальных частиц, это возможно. И тогда, если у вас все правильно сделано, спустя фокусный интервал, вы увидите маленькую копию большого взрыва у себя в лаборатории, ну или рядом с ней, строго на фокусном интервале. Так, с теорией покончим. Теперь нужно говорить о воплощении в железе. Следующий слайд. Идея возникла достаточно быстро. Чтобы организовать вот такой процесс, который был на предыдущих кадрах, можно взять вакуумную камеру, два электрических электрода с плюсом, с минусом, организовать объемный разряд, с тем, чтобы электроны с катода мгновенно, ну, как можно быстрее, лавинообразно перешли на кончик анода. При этом кончик анода должен быть заточен по максимально корректно выполненной и в клидовой сфере, а процесс во времени был спроектирован так, чтобы образовалось в пространстве времени гипербаллоид. Это не так просто, но, в принципе, возможно. С помощью расчетов это можно обеспечить. Еще вам нужен мощный высоковольтный разрядник, создающий напряжение, чтобы пробить вакуумное расстояние между электродами. Нам потребовалось порядка 500 кВ, можно до миллиона вольт, и запас электронов в конденсаторе. Конденсатор должен быть достаточно большой емкости. Все это срабатывает в течение нескольких наносекунд, и если все правильно рассчитали, спустя вот эти несколько наносекунд, следующий слайд, где-то рядом с кончиком анода, строго на фокусном интервале, возникнет маленький образ большого взрыва. Это будет выглядеть как некая вспышка, достаточно яркая, с большим количеством фотонов, с тепловым выделением, и самое главное, с некими процессами, которые будут более серьезными, чем те процессы, которые идут в фокусе обычной линзы. Мы нацелились на этот необычный результат, решили, что сразу же обнаружим, что такой результат будет заметен, и стали искать установку. Следующий слайд. Нашли ее в одном из институтов Москвы, это кончик катода, отсюда будут вылетать электроны. Следующий слайд. Это кончик анода, сюда они будут пребывать максимально когерентно. Следующий слайд. Все это в сборе, здесь вакуум, не очень глубокий, всего 10 минус 3 паскаля. Следующий слайд. Это кончик электрода, электрод был из золота, с тем, чтобы исключить какие-то реакции с остаточными молекулами атмосферы внутри вакуумной камеры, заточен по полусфере. Диаметр этого электрода был 2 мм. Следующий слайд. А это после выстрела, после удара электронов. Вы видите, что энергетика была достаточно приличная, чтобы кончик электрода раскололся на 3 части, но самое интересное не это. Самое интересное, это вот эти цвета побежалости на поверхности рядом с эпицентром раскола. Естественно, интересно понять, что же это такое оказалось на золоте в вакууме, где ничего кроме золота и электронов нету, а образовались, ясно, новые вещества. Золото ведь не окисляется, даже если бы там воздух был бы. Следующий слайд. И мы посмотрели. Спектральный состав вот этих вот пленок, кроме золота, которого, конечно, больше всего включает кислород, медь, натрий, хлор, калий, появились новые химические элементы. Их появилось достаточно большое количество. Взяться им было неоткуда. Следующий слайд. Оказалось, что мы не единственные, кто проводит такие эксперименты. Существует патент. Он в свое время принадлежал лаборатории Протон-21, базирующейся в Киеве, и авторства Станислава Адаменко, зав. лаборатории этой. Те же самые электроды, та же самая вакуумная камера, только энергетика несколько побольше, а диаметры несколько поменьше. Они демонстрируют свои результаты. Следующий слайд. Это вот их установка, более такая серьезная, чем та, которую могли позволить найти себе мы. Ну и надо сказать, что инвестором этого проекта являлся никто иной, как хорошо многим известный олигарх Игорь Коломойский, вложивший в этот проект больше 10 миллионов долларов. Когда вкладывают такие деньги, извините, уже дело достаточно серьезное. И это не просто вот что-то там, а, короче, серьезно. Вот это их результаты. Мишень была у них из химически чистой меди, это висторция, та же самая полусфера, только они ее методом тыка нашли, а мы нашли теоретически. И после выстрела у них не просто раскол, а разрыв анода. И анод у них был полмиллиметра в диаметре. Больше энергетика, меньше диаметр, концентрация процесса была колоссальная, и на поверхности вот этой розочки из бывшей меди образуется, следующий слайд, половина таблицы Менделеева. Ясно, что таким результатам никто не поверит. Хотя они вот, берите, смотрите, проверяйте, и было несколько комиссий, и были анализы, отданные куче лабораторий во всевозможные места подтверждения, что действительно появляются новые элементы в количестве неимоверном. До 30% массы кончика анода превратилась в новые химические вещества. Причем для появления этих веществ нужна дополнительная энергия. В конденсаторе было запасено всего порядка 1 кило джоуля, а для появления вот этих вот новых элементов в количестве 30% от массы анода нужно порядка 30 мега джоулей. В 30 тысяч раз больше, чем у вас есть в запасе. И ясно, что это чепуха. И любой ученый вам скажет, что такого быть не может. Рассматривать подобные эксперименты совершенно не имеет смысла, потому что закон сохранения энергии никто не отменял и не имеет права отменить. Это фундаментальный закон. С другой стороны, результаты есть, и тот, кто думает, найдет объяснение. И мы его находим. Когда мы говорим о законе сохранения энергии, мы обязаны быть уверены, что время в этих экспериментах не изменяется, потому что стабильность и однородность времени это необходимые условия для выполнения закона сохранения энергии. Если в ваших процессах время неоднородно, и вы имеете дело с изменяющимся по характеристикам времени, то есть где-то оно течет нормально, а вот внутри камеры экспериментально оно может быть сжато в тысячи раз. Все. Закон о сохранении энергии можно забыть. И мы знаем эти примеры той же общей теорет относительности, где время предполагается неоднородным, глобально закон о сохранении энергии не выполняется. И здесь, вот в этих экспериментах, нужно забыть о законе сохранения энергии и выйти на новый уровень. Законы сохранения остаются на месте. Только теперь мы должны включить время в тот баланс, который сохраняется. И никакого чуда не будет. Машина времени на таких экспериментах, на таких конструкциях не построит. Но черпать энергию из времени такие технологии в будущем, надеюсь, позволят. Я вот сейчас начну мечтать о тех машинах, которые появятся, если эти технологии будут поняты и будут приняты на вооружение будущих поколений. Следующий слайд. То, что права нашей концепции гиперболического поля, а не те объяснения, которые пытался дать Адаменко со своей группой, показывает вот один из наших экспериментов, где получилось так, что энергетики было недостаточно, чтобы расколоть кончик аноды, вот опять же вид с торца, а ожог оказался. Это говорит о том, что эпицентр взрыва, вот этого вот, был не внутри, как предполагает Адаменко, просто это частный случай, когда внутри взрывается, а снаружи. Более того, на основании своих теоретических построений мы говорим, что принципиально можем вывести зону, где будет вот этот вторичный взрыв, далеко за территорию лабораторной установки. Хоть за километр, да хоть за сто, хоть за десять тысяч, хоть за миллион. Вопрос в фокусе вашей гиперболической линии. А отсюда идут далеко идущие следствия. Следующий слайд. Первое возможное применение вот таких гиперболических технологий. Мы можем рассчитывать на совершенно иное поколение дальней космической связи, потому что современная дальняя космическая связь основана на электромагнитных волнах, и у нее есть большой недостаток. Скорость света не преодолевается. 300 тысяч километров в секунду и не одним километром больше. Поэтому сигнал до того же Марса летит 20 минут. До Альфа-Центавера 4 года. До ближайшей галактики несколько сотен тысяч или миллионов лет. Так не поговоришь. А вот гиперболическое поле, будучи не связанным с материальными частицами, а связанным с материальными событиями, имеет шансы, имеет свою скорость распространения, много больше скорости света. И косвенные данные о том, что такое поле не только существует, но и имеет вот такую умопомрачительную скорость, уже имеются. Оценки говорят о том, что это порядка миллиарда раз больше скорости света. Если это действительно подтвердится экспериментально, у нас в будущем может появиться принципиально новая дальняя космическая связь, где задержка между посылкой сигнала и его приемом с тем же Марсом будет составлять микросекунда. А до ближайшей звезды может быть доли секунды. А до ближайшей галактики несколько часов или недель. Это все-таки уже нормальная основа для того, чтобы искать контакт с теми цивилизациями, которые, возможно, во множестве находятся вокруг нас, но не говорят на электромагнитных волнах, потому что для них это такая же прошлая связь, как для нас сейчас дымы или сигнальные флажки. Поэтому я призываю к тому, чтобы нашлись силы, которые займутся разработкой вот таких перспективных проектов. И если мы с вами построим гиперболические приемники и передатчики, мы вполне возможно скоро войдем в контакт с теми цивилизациями, которые вокруг нас есть, но общаются вот на этом новом виде носителя. Следующий слайд. То, что... Следующий слайд, можно? То, что такая скорость у этого поля может быть больше, чем световая, говорит вот эта схемка, где показано кругленькое, это световой конус, с его углом раствора, только гиперболическим, связана та самая скорость света. И если окажется, что сигнал, связанный с гиперболическим полем, а он уже выглядит не как круглая пирамидка и как конус, а как пирамидка, это связано с той геометрией внутри которой все это существует, то это и будет говорить о том, что скорость гиперболического поля во много-много раз больше скорости света. Пока это теоретическое предсказание, нужно этим заняться, чтобы проверить практически. Следующий слайд. А это те элементы, которые вам хорошо известны для электромагнитного поля. Ведь что такое сфера? Сфера — это коническое сечение вот того светового конуса, которое было раньше. Если это сечение перпендикулярной плоткостью, получается сфера. А сегменты сфер — это линзы, в том числе и вот в этой линзе, и в телескопах оптических, и других устройствах, где фокусировка происходит для электромагнитного поля. Зеркала оптические — это парболоиды. Парболоиды — тоже одно из сечений круглого конуса, ну и один из видов сечений — гиперболоида. Оба этих типа зеркал есть в современной космической программе. А в будущем, если гиперболическое поле окажется реальностью, вы столкнетесь с тем, что устройства, которые работают с преломлением или отражением вот этого гиперболического поля, будут иметь вид конических сечений вот той четырехмерной пирамидки. А это будут тетраэдры, ромбододекаэдры, октаэдры и другие многогранники. Как только вы увидите, что какая-то из стран стала во множестве строить объекты, где усиливающее устройство имеет такую форму, знайте, что в этой стране начались вести работы по управлению гиперболическим полем. И это будет сигнал, что мы опаздываем, что у нас пока такого нет. Следующий слайд. Вот, чтобы не опоздать, у себя в институте еще лет 10 назад мы построили небольшую, потому что ресурсов у нас немного, пробную экспериментальную пирамидку. Рядом вот здание наше. Все это было недалеко от Москвы, город Фрязино. К сожалению, невозможность наладить контакт с руководством города, это Королев, пришлось нам съехать с этой территории, взяв с собой здание и пирамиду. Следующий слайд. И переехать в Нижний Новгород, где можно было купить большой участок земли и построить небольшой научный городок под названием Перемиловы горы, где мы проводим свои конференции, семинары, вот эти вот экспериментальные и теоретические работы. Следующий слайд. И начали возводить уже вторую пирамиду с тем, чтобы иметь объект, на основе которого можно экспериментировать. У него есть подземная часть, камера 2х2 метра. Следующий слайд. Фундамент, имитирующий скальное основание. Следующий слайд. Залили бетоном. Следующий слайд. Ну и возвели первые ступени. Следующий слайд. Вплоть до полного строительства. Следующий слайд. Поблицовку сделали из-за завестника дагестанского. Следующий слайд. И на сегодня эта пирамида практически готова. Вот я буквально два дня оттуда. Осталось сделать только макушку. И материальная база для проведения экспериментов с гиперболическим полем на основе вот такого вот объекта уже начнет, надеюсь, работать. Следующий слайд. А вот эта пирамида хорошо всем знакомая по картинкам. Это пирамида Хеопса. Есть я в группе геофизиков из Института Земли имени Шмидта. То есть ребята серьезные. Они проводили физические исследования пирамиды. Они показали, что очень непростые это объекты. И никакие это не гробницы, технические устройства, построенные, правда, непонятно когда и непонятно кем. Но явно с очень серьезными намерениями. Нет, нет. Там она скорее разобрана. Точно так же, как ушла и облицовка. Облицовка этой пирамиды была опущена несколько сотен лет назад на реконструкцию Каира после землетрясений. Следующий слайд. То, что это не просто гробница, а следы высокоразвитой цивилизации, говорит химический анализ проб, который мы брали вот в конце стрелочки вокруг другой пирамиды. Пирамиды Хеопса внизу, а это вверху. Образцы представляли из себя обычную грязь. Следующий слайд. Вот так она выглядит. Вот это вот обычный известняк, но в тех местах, где были строители наставлены выемки, скопилось много мусора. Вот точно так же, как сейчас современный мусор скапливается в низинках. Тогда, много тысяч лет назад, много раньше, чем здесь появились египетские фараоны, мусор также сваливался ветром, перегнил, превратился в вот эту черную массу. И мы взяли химанализы этой черной массы. Следующий слайд. Вот один из характерных образцов. Смотрите, что необычно. Железо до 35% по массе. Третий это его мусор, железо, а ведь египтяне не знали железо. Откуда он взялся? Ну, самое интересное. Стронций, китрий, цезий, барий, лантан, целей. Пускай в небольших количествах, но намного больше, чем в среднем встречается по поверхности Земли. Искусственно они здесь появились, эти элементы. Это остатки тех высоких технологичных приборов, которые были либо брошены, либо вот там ветром занесло. Пожалуйста, это можно проверить. Любой из вас может съездить туда, взять потихоньку пробы и проверить наши вот результаты. В разных местах, конечно, будут разные. Следующий слайд. Это мы говорили о дальней космической связи и пирамидах. Можно говорить о новых принципах передачи энергии или получения полезной работы. Теперь, в случае, если будет освоена гиперболическая технология, нет нужды не таскать с собой топливо, обычные там бензиновые дедельные или ядерные реакторы. Достаточно иметь устройство, которое позволяет создать гиперболическую линзу и вся энергетика большого взрыва, проходящая через тело вот этой гиперболической линзы к вашим услугам. Это очень большая энергия. Нужно только научиться превращать ее в полезную для вас работу. Заканчиваю уже. Следующий слайд. Новые телескопы. Если телескопы раньше были оптическими и позволяли вам видеть далекие тела, теперь, надеюсь, телескопы будут гиперболические и будут позволять вам видеть события прошлого. Это гораздо больше, потому что тела — это трехмерные объекты, а события — четырехмерные. Карты будущей астрономии станут четырехмерными, и мы сможем наблюдать столкновения коллаптик, которые произошли далеко в прошлом. Взрывы сверхновых, которым стукнуло несколько миллиардов лет. В конце концов, самый большой взрыв мы можем приблизить и изучить во всех подробностях. Следующий слайд. Новые виды оружия. Не хочется об этом говорить, но, к сожалению, это обычное сопутствие новых технологий. Не будет исключением гиперболическое. Если у вас есть гиперболическая линза и фокус, вы можете направить любую точку на поверхности Земли, под землей, в воде, в космосе, это будет скоро взято на вооружение. И тот ядерный зонтик, который сейчас останавливает мир от Третьей мировой войны, скоро может перестать существовать. Я призываю отнестись к этому очень серьезно, потому что наше спокойствие сейчас может быть обманчивым. Помните о том ученом, которым я говорил, в лаборатории Протон-21. Сейчас он работает в совсем другой лаборатории, находящейся в штате Ленойс, в городе Урбана. Четыре года никакой информации из этой лаборатории, хотя раньше, как из рога изобилия, что это говорит? Говорит о том, что работы начались, только начались они уже секретным образом. Так в свое время было с ядерным проектом. Сначала все публиковали, потом перестали. Потом появилась атомная бомба у США и наши чухнулись потом. Здесь будет поздно. Как только появится оружие такого вида, противник не станет с противоположной стороны. Поэтому заниматься нужно сейчас. Следующий слайд. Эта технология позволяет и уничтожить те ядерные арсеналы, которые уже накоплены. Опыты того же Адаменко показали, что если в зоне реакции поместить радиоактивный элемент, он превращается в безобидный стабильный элемент. Это означает, что если вы сфокусируете гиперболический фокус на ядерной поголовке, даже на подлете или перевзрывом, уран или плутоний превратится в безобидный углерод, кислород и бомба не взорвется. Поэтому ответного удара с нашей стороны или с какой-то другой стороны, на которой была агрессия гиперболического оружия, не последует. И они безболезненно могут уничтожить вас как противника. Следующий слайд. Ну и такие интересные вещи, как замедление времени, вплоть до почти полной его остановки. В будущем не потребуются анабиозные камеры, вам достаточно внутри камеры почти остановить время, и помещенный туда объект в виде того же живого человека на время заметится так, что выйдя оттуда по собственным частам в течение нескольких секунд, снаружи могут пройти тысячи лет. Интересно для тех же медицинских применений добраться до технологий, когда будут лечить почти любые болезни. Следующий слайд. информационное направление. Сейчас мы с вами тратим много денег, чтобы создать серверы с их блоками памяти. В будущем это не потребуется. Вам достаточно создать один мощный импульс, смоделировав окружающее гиперболическое поле, зашифровать в нем нужную вам информацию, и потом в будущем вы всегда можете подключиться к своим детекторным приемником, получить эту информацию, расшифровать, и вместо наших обычных флешек просто из воздуха взять нужную информацию. Это, кстати, говорит о том, что мы можем когда-нибудь узнать, что же было в момент строительства пирамид, если ребята тогда послали вот такие моделированные сигналы в будущее. И последний слайд. мы пытаемся популяризировать свое направление в интернете. Вы можете найти вот три таких научно-популярных фильма, к сожалению, их автор недавно скончался, замечательный историк, альтернативный, правда, Андрей Скляров, приходится дальше работать без него. Это мой электронный адрес для связи, а это мой мобильный телефон для тех, кто и если захочет присоединиться к этим работам и кто понял, что за этим будущее. Спасибо за внимание. Прекрасное выступление, отлично. Хочется пожелать Мире Геннадьевичу и его коллегам конечно больших успехов. Следующий доклад